Бурлящие потоки из Веселовского водохранилища здесь впадают в маныч. Глубина опасная – около 6 метров. У берега, конечно, помельче, но купаться все еще опасно. Официальный пляж только один и совсем в другом месте. Чтобы не было соблазна нырять в неположенных местах или, не дай бог, заброшенных башен, для школьников и проводят уроки безопасности. Вам нельзя ходить купаться на пляж без взрослых, то есть без родителей, без бабушек. И даже старшие братья не в счет, если им нет 18-ти. Правила безопасного поведения эти семиклашки уже знают, но теория лишней не будет, особенно если за ней следует практика. Ребят учат бросать спасательный круг, а дело это не из легких. Весит он несколько килограммов, так что подросткам приходится бросать двумя руками. Веревка мешала. Первый раз веревка мешала? Да. А во второй? Во второй нормально кину, дальше всех. Школьники здесь не в первый раз, поэтому летом уже сами помогают спасателям в профилактике. Стараюсь помочь, если что-то в чем-то спрашивают, то я могу ответить. Начинают там заплывать за буйки, могу сказать, так нельзя. Летний сезон подошел к концу и теперь школьникам рассказывают правила поведения на льду, а заодно проводят экскурсию по поисково-спасательному подразделению. Такое вот транспортное средство, аэролодка, аэросан, аэролодка. Значит, она предназначена для передвижения по льду, по снегу. Еще рассказывают, как работают водолазы, алгоритм натушения пожаров. Каждый смог примерить форму и даже попробовать справиться с огнем. Такие уроки не только для безопасности, они еще и воспитывают будущих спасателей. После экскурсии некоторые вдохновляются так, что выбирают именно эту профессию. Некоторые уже, которые в школьные годы, 10-11 класс приходили к нам, им понравилось. Поступили в колледж в городе Таганрог, отучились на спасателей, проходили у нас практику. Ребята довольны очень. Ну и, конечно, главный результат работы – за весь летний сезон ни одного нарушения правил детьми не замечено не было. Как и прошлой зимой. На опасный лед никто не выходил. В этом году по области спасатели провели со школьниками больше 250 занятий. Юлия Карасюк, Владимир Трофимович, Первый Ростовский.